Здравствуйте! Я хочу вам рассказать свои изыскания по поводу выхода евреев из Египта. Напомню, что я не профессионал в Торе, я дилетант, я, собственно, физик. И когда я читаю Тору, то я смотрю не только на комментарии, а и на то, как это там реально написано. То есть, короче, на цифры, материалы. И вот захотелось разобраться, как именно евреи выходили из Египта. Понимаете, как мы вообще можем смотреть на Тору? Мы все-таки происходили очень давно. То есть, есть люди, которые на это смотрят, как, ну, на сказку, былину, эпос. Но Тору в этом, собственно, не очень похоже на эпос других народов. Там она, скорее, скрупулезно описывает все детали. И ты веришь, что это происходило по-настоящему. И вот я попытался разобраться, как же так это могло быть. Как выход евреев из Египта мог происходить по-настоящему. И вот, так сказать, результаты изыскания. Значит, вот мы читаем в книге «Шмот», что евреи вышли из Египта, отправили сыны Исраиля за рамцессов в Суккот, 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Ну, это предполагает там от 2 до 3 миллионов населения. Цифра, конечно, совершенно невероятная. Она повторяется втри много раз. И как так могло быть, понять невозможно. Вот я сейчас приведу много-много фактов, которые будут этой цифрой противоречить. Ну, а теперь, так сказать, важен подход. Обычно такой подход использует библейская критика, которая говорит, что вот видите, в Таре много противоречий, значит, она была написана намного позже, после Вавилонского плена, и все это там сказки описаны, и на самом деле все было не так. Я, как верующий человек, смотрю на это немножко иначе. Да, действительно, в Таре есть противоречия, но я же физик, а физики привыкли к противоречиям. Это не математика. Мы привыкли с ними жить. И от того, что ты видишь противоречия в природе или в тексте, это не значит, что ты должен все зачеркнуть и сказать, что я не верю. Мы поговорим, как можно жить с противоречиями. А пока рассмотрим вот просто детально, так сказать, как мы... Вот мы сейчас исходим из версии, что действительно 600 тысяч мужчин, то есть 2 миллиона людей, вышли из Египта. Давайте сравним это с тем, что мы знаем из других источников. Вот египтологи оценивают, что в Египте жило, в древнем Египте от 1 до 1,5 миллионов. Как мы это знаем? Там все жили вдоль Нила. То есть площадь у Египта большая, но они же все земледельцы, а земледель, возможно, только вдоль Нила. И, так сказать, известно, какая там площадь, с которой можно снимать урожай, известно, сколько эта площадь может прокормить людей. И отсюда, так сказать, мы знаем, что там было, в общем, всего 1,5 миллиона людей максимум. Теперь, поэтому, как там могло уместиться еще 2 миллиона евреев, это непонятно. Теперь Наполеон, вы знаете, что Наполеон воевал несколько лет в наших местах, он пришел в Египет. Это в конце 18 века он оценивал, что там 3 миллиона людей. Ну, смотрите, универсальское хозяйство не сильно изменилось в древности. Теперь про сколько народу в это время жил в Ханаане, в Палестине. Это уже археологи. Археологи считают плотность населения, плотность поселений, которые нашли при раскопках. При тогдашней технологии понятно, сколько в таком поселении могло жить, могло прокормиться, получается полмиллиона. А мы знаем по Танаху, что когда евреи пришли в Ханаан, то там было 7 народов, евреи были самые малочисленные из этих 7 народов. То есть 2 миллиона там, ну, никак не помещаются. Дальше поговорим про рождаемость. Не знаем, сколько времени евреи жили в Египте. То ли 430 лет, это то, что написано в книге Шмот, но реально с помощью всяких вычинений мудрецы говорят 210 лет. А пришлось 70 семей. Как из 70 семей получить 600 тысяч семей за 200 лет, за 400 лет, это нужно очень много рожать. И получается, что в семье было там 6-8 детей и все выживали. А при этом, то есть, ну, к нам было всего 2 акушерки. Как они справлялись с этим, непонятно. Теперь, ну, хорошо. Значит, в Египте евреи рожали очень-очень много. А почему же за 40 лет в пустыне? То есть, почти не изменилось число. Мы знаем, что в пустыне произошло два пересчета населения. Перед, в книге Бамидбар у нас есть пересчет, перед тем, как уйти с горы Синай и идти на взаимование Эльцесраэ. Через 38 лет есть еще один пересчет перед тем, как вот реально войти в Эльцесраэ. И говорит, к нам. И он пересчет дает примерно одну и ту же цифру. Вот смотрите, первый пересчет дает 603 тысячи, а второй 601. Это мужчины, которые могут воевать. Получается, что за 40 лет в пустыне численность евреев практически не изменилась. А за 210 лет в Египте евреи размножались невероятно. Это при том, что в Египте они были в рабстве, а в пустыне были свободны. Ну, в общем, как-то не сходится. Теперь второй момент. Значит, если у нас 600 тысяч мужчин, значит, женщин примерно столько же, каждая рожает там, не знаю, по 5-6 родов за репродуктивный период, но если мы посчитаем, сколько каждый день должно рождаться детей, 2 тысячи. Вот две акушерки с этим справляются. Ну, ладно, так сказать, еврейские женщины крепкие могут сами рожать, но тут есть еще другая заглоска. По одной заповеди, когда рождается ребенок, то нужно принести жертву Коэну. Там Волга, Позленка, там для мальчика одну жертву, для девочки другую жертву, но ее нужно принести Коэну, и Коэну эту жертву реже. А Коэну сколько? Поначалу это Арон и его четыре сына, потом Арон и его три сына. Как они могут всю эту логистику? Они просто физически не могут принять столько жертв. А представьте себе, что происходит субботу, у нас жертв нет, ладно. А в воскресенье выстраивается очередь из нескольких тысяч женщин, чтобы принести жертву, но это все нереально. То есть по демографии получается, что 600 тысяч мужчин как-то такое население не сходится. Идем дальше. Как мы можем представить себе выход из Египта? Вот евреи выходят из Египта. Вот видите, вот здесь карта Рамсес Суккод. Вот как это артистически выглядит. Идем длинная колонна. Будем считать так, 10 человек в шеренге, 2 шага между шеренгами, длина колонны 300 километров. Если там 2 человек в шеренге, или даже 100 человек в шеренге, все равно это колонна длиной сотни километров. Теперь вот посмотрите, вот Рамсес, вот Суккод, вот 100 километров. В общем, когда глава колонн подошла к Красному морю, последние ряды еще выходят из Египта. Это совершенно невероятная цифра. Но мы знаем, что евреи выходили из Египта за один день. А там еще, между прочим, заставы есть. Ведь мы знаем, что в Египет так просто было не войти. Помните, когда братья приходили в Египет, их проверяли на входе, но на выходе тоже были заставы. Нам про это говорит Тураш, что не хотели идти по дороге к Плещин, потому что там война. А какая война? Египетские заставы. Пошли в какой-то другой дороге, где меньше застав. Но они же есть. Евреев там проверяют. Как такая фантастическая колонна могла пройти, ставить себя невозможно. Теперь мы можем конечно сказать вот что. А, ну хорошо, дальше пройдем еще следующий момент. Вот он. Как был организован лагерь Евреев в пустыне? Там описано было, вот картинка, был мешкан, вот был вокруг него двор, вот тут стояли лагеря колена. В общем, подробно все описано. Теперь стояли палатки евреев. Как вы видели эти палатки? Вот палатки бедуинов, наверное, они так и выглядят. Мы знаем, какой размер это палатки бедуинов, примерно 3-12 метров. Стояние между палатками тоже знаем. Какой размер лагеря? На 2 миллиона человек. но это 7 на 7 километров. Это очень приличная вещь. А мы знаем из этого посылка, что евреи собирали всех, то есть все собирались по звуку двух серебряных труб. Эти две серебряные трубы слышно на 7 километров. ну в общем то описание лагеря, которое есть в Танахе, оно не соответствует логистике, которая должна быть, если в евреях было 2 миллиона человек. Ну смотрите, мы можем сказать очень просто, но велика трудность. Если Красное море для евреев раступилось, то чтобы звук труб разносился на 7 километров, но проблем. Но вот против этого у меня есть возражение. Оно такое, когда в Туре происходит, описывает чудо, то Туре не забывает ни одного чуда. Если происходит что-нибудь такое сверхъестественное или то, что выглядит как сверхъестественное, то, что выглядит как чудо, Раб про это всегда скажет, потому что это каждое чудо это пославление Всевышнего, и поэтому это чудо не забывает. А вот если Тура описывает что-то очень естественное, а нам кажется, что произошло чудо, то надо поверить Туре, а не своему чувству. То есть если я что-то не могу объяснить и говорю, ну, наверное, произошло чудо, а Тура по тексту это не видно, по тексту видно, что это совершенно рядовое явление, то, наверное, так оно и было. Поэтому привлекать чудесные объяснения там, где Тура про это не упоминает, я бы не стал. То есть здесь объяснить ничего невозможно. давайте дальше продвинемся. Вода. Вот как происходит логистика исхода. книга Шмот нам говорит, это Мушей говорит фараон, что мы пойдем на три дня в пути в пустыню и принесем жертву Господа. Значит, сколько вода, насколько что это предполагает? Это значит, что евреи должны были взять с собой воду на семь дней. Три дня туда, три дня обратно и один день дневка на принесение жертв. Ну, наверное, так сказать, эгиптяне евреев проверяли на заставах, что действительно взяли воду на семь дней. И поэтому, когда нам описывает исход из Египта, то поначалу никаких проблем с водой нет. Проблемы с водой начинаются, когда мы перешли через Красное море. Когда это было, где это было, мы не знаем. Но после Красного моря и до горы Синай непрерывные проблемы с водой. Ну, наверное, уже прошло эти семь дней, та вода, которую взяли с Египта, кончилась, и что мы видим? Мара, евреи приходят в Мару, и там один источник с горькой водой. Моше кидает там дерево, вода становится не горькой, а питьевая, и все спокойно выпиваются. Дальше евреи приходят в Элим, там же 12 источников с водой, и нет проблем. Дальше после Элим они идут в пустыню Синь, и жалуются, что у них мяса нет, льда какая-то не та, начинают выпадать манна, а потом они приходят в Рафидим, в Рафидим снова нет воды, тогда Моше высекает воду из скалы. После Рафидим, это там, где воевали с Амалеком, Иврей очевидно приходит на гору Синай, там после горы Синай мы вообще не слышим жалоб на воду. Сейчас я вам покажу, что тут есть проблема, мы понимаем, когда не хватало воды, то было чудо. Вот мы все знаем, какое чудо, но конечно Моше высекало воду из скалы. это как раз был в Рафидим. Но вот тут есть проблема, значит, оказывается вот такое явление наблюдали. Вот наблюдали в Синае, наблюдали в Англии, то же самое, там была какая-то скала, которую можно было ударить палкой, из него вода печет. то есть это не сверхъестественное явление, бывает такое. Как это бывает? Это известняк, он может насосать в себя воду, и достаточно палкой ударить, и вода польется. Вот британский губернатор Сина где-то в 30-х в начале 20-го века вот как раз такое время встретил. Он там шел со своими солдатами, они рыли яму, дошли до скалы, ударили по скале, и из нее куслилась вода. Такое бывает. Это, конечно, чудо, но в чем чудо, что может высекать воду из скалы? Что-то произошло, то есть правильное место, правильное время. А сам факт, что из скалы пылилась вода, это, так сказать, в этом редко, но бывает. Но я хочу обратить внимание, что чудо было, то, что нам не понятно с водой, оно не по поводу скалы, а вот по поводу чего. Видите, в Маре был один источник с горькой водой. Один источник. Как из этого источника можно напоить 2 миллиона человек? Давайте посмотрим. даже если есть вода, воду надо начерпать. Вот смотрите, вот картинка. Это большой колодец в Индии, и население черпает воду. Вот у них тут ведра на веревочке. Вот они опускают это ведро в воду и вычерпывают. Ну, смотрите, в древности в наших местах, в Египте черпали воду вот такой конструкции это журавль. Я думаю, что все те, кто за Россией что-то похоже видели. Вот журавль, противовес, ведро, и человек опускает сюда-сюда, садов называется. Так? Вот Озов Синаи. Вот это примерно то, что мы должны были ожидать, когда евреи пришли в Мару, где был один источник. И вот как из этого вот такой штукой начерпать на 2 миллиона людей, вот это представляет совершенно невозможным. Вот тут расчет. Один черпальщик черпает бедро, минуту и так далее. Получается, что чтобы напоить всех, нужно 150 черпальщиков, которые работают денно и ночно. И они все стоят вокруг вот такого просто не поместятся. Даже если у нас нет проблем с водой, но есть всего один источник, то начерпать воду на 2 миллиона человек при тамошней технологии насосов не было. Совершенно невозможно. А не забудьте, что еще нужно там же скот тоже появиться. То есть цифра 2 миллиона человек с одним колодцем совершенно несовместима. Сколько бы в этом колодце воды не было. Давайте дальше. Манна. Про манну мы знаем, что вот поднялся слой росы, выпал на пустыню что-то мелкое, как иней и каждый собирал омер на голову. Омер это вот 3,5 литра. Давайте посчитаем какая площадь манна нужна, чтобы с какой площади этот манн собирали. Вот тут есть расчет, в общем на 2 миллиона человек нужна площадь 50 гектаров. Ну это конечно очень много, но вообще приемлемо. То есть здесь у нас как бы 2 миллиона на грани. По колорийности подходят. То есть получается, что площадь, с которой собирали манн, очень большая, но все-таки еще разумно. По этому параметру, по манне у нас проблем нет. Но у нас есть проблема по перепелов. Мы помним, что в книге Буметбар описано, что когда вези хотели мясо, то прилетела большая стая перепелов, и все они попадали на землю, и евреи их собирали, собирали, там каждый собрал 10 хорнеров. Вот написано рассеянном день пути по одной стороне, день пути по другой стороне, два локтя над землей. Два локтя над землей, это нам объясняет, что эти перепела, они все-таки летали низко над землей на расстоянии два локтя, поэтому это не важно. Главное, что этих перепелов было невероятное количество. Давайте сообразим, сколько их было. Что такое хомер? Хомер это 220 литров короче блочек. 10 хомеров на человек это вообще нереально. Их не съесть, не сготовить. Это проблема с текстом. Скорее всего, я даже не знаю, почему-то комментаторы на это не очень обращают внимание. Чудо и чудо. Но представить себе, что каждый собрал 10 бочек, это выходит за всякие рамки. скорее омер. Хомер пишется через хет, а омер пишется через алиф, а читается похоже. Омер это, мы уже говорили, 3,5 литра. 10 омеров на человека это 3 ведра. В общем, если мы посчитаем, что это не хомер, а омер, то получилось, что всего было 70 миллионов перепелов. Это невероятно много, но вообще-то бывает. Вот тут я раскопал статью, и в этой статье совсем недавно описывается, что в истории бывали стаи птиц вот таких размеров. Но это все-таки крайность. Получается, что по параметру воды 2 миллиона человек совершенно невероятно, по параметру еды на грани. Теперь рассмотрим историю с золотым кельцом. Вот книга Шемот нам рассказывает, что Муше поднялся на гору, а долго не спускался, и народ забеспокоился, и сказал, давайте сделаем богов, которые нас увели из Египта, и Арон сказал снимать золотые кольца, золотые сережки, и народ это сделал, и взял Арон сережки с джон, с дочерей, с сыновей, и сделал литого тельца. Теперь давайте посмотрим, сколько же телец весил. золотое кольцо серега там 1-5 грамм, всего сдали 600 тысяч, ну, я считаю, что каждая семья сдала одну серегу, ну, почти 1,8 тонн, почти 2 тонны, это 100 литров золка. Мы можем себе представить такого золотого кольца, в общем, не можем, но дальше смотрите, ведь когда Муше спустился, увидел это безобразие, он разбил скрижали, а потом изничтожил этого телца. Как он изничтожил, сжег в огне, стер до измельчения, рассеял над водой и так далее. Смотрите, 2 тонны золота растереть в порошок, это еще та задача. я не знаю, сколько человек часов для этого нужно. Комментаторы обратили внимание, вот Нахманит, Шейбан Нахман говорит, что чудо, что чудо, чудо, как Муше изничтожил этого кольца, но если мы посчитаем, чтобы было не 600 тысяч человек, а меньше, то тогда это разумно, но чтобы 600 тысяч человек сдали сережки и изготовили такого колоссального кольца, это не представляется возможно. Мы можем сравнить с похожими историями, вот не знаю, вы успеваете читать, кстати, или мне нужно пересказывать все равно? А? Мне нужно прочитывать то, что написано, или вы успеваете прочитать? Я думаю, нормально видно, во всяком случае, мне видно, может быть, на телефоне видно плохо, на экране видно плохо. А, ну хорошо, я тогда все-таки прочитал. Давайте вспомним похожую историю с Гидоном. Значит, 300 воинов Гидона побеждают 15 тысяч меденитен, и после чего они с ним снимают, Гидон говорит, каждый сдает одну серегу. Сдали там 1760 шекелей, шекель примерно 10 грамм, и сделали ифот, и это был идол. Что такое ифот, мы плохо понимаем, но, так сказать, метод его поклонства. Сколько он весил? 17 килограмм. Вот это нормальный размер для идола. А золотой телец, который весит почти 2 тонны, это что такое совершенно невероятное. Теперь у нас есть книги судей, другая судья, книги судей, есть другая история про идолы, Миха. У него был идол, который сделан из 200 кусков серебра, по-видимому, шекелей. Если это шекель, это вообще 2 килограмма. Это идол. Значит, как они его делали? Они, по-видимому, делали деревянного идола, покрывали его серебряной фольгой или серебряным серебряным листом, то есть это разумно. Смотрите, идол весом 2 килограмм обслуживал колено Дана. Идол весом 17 килограмм обслуживал колено Гедона, это Зайордания. А Золотой Телец это 2 тонны, но совершенно не те масштабы. Переходим дальше. Структура управления. Вот Баевхар Моше Анше Хайл Микол Исраэль Вейтэ Нутам Рашим Аляам Сарей Аллафим Сарей Меот Сарей Хамишим Сарей Асарат. Это по Совету Итро, который увидел, что Моше не может судить один весь народ, предложил создать администрацию и предложил сделать нормальную бюрократическую ракцию. И Моше это сделал. И в добавку, в добавление до этого структура управления была Моше его семья, Моше Арон Мирьям Итсновья Арон А теперь Моше поставил тысячных, сотенных, пятидесятых и десятых. Нормальная структура управления иерархическая. Начальники. Начальник тысяч, начальник сотен, начальник пятидесят, начальник и десятник. Но посмотрите, на население два миллиона такая система не работает. Что значит высший начальник по этой системе это тысячные. Что же, у Моше подчинение шестьсот тысячников, но человек, который работал на фирме, знает, что так нельзя. Должно быть еще две ступени. Ну хорошо, одна ступень это, наверное, главы колен. Посмотрите, например, возьмем в колене там сорок-пятьдесят тысяч человек. Что же, у начальника колена сорок подчиненных, тысячников. Так не работает. То есть нужна еще одна ступенька. Забавно, что Иосиф Лави книги еврейские древности, которые он написал для римлян, чтобы показать, что евреи это древний народ и мудрый народ. Он понимает, что римляне вот такое, которые прекрасно понимают в администрации, они такое не купятся. Если им рассказать, что у евреев была вот такая административная система, они скажут, не доделывая недоразвитый народ. Поэтому Иосиф Лави поправляет тоже. Он тогда пересказывает этот кусок, он добавляет начальников десяти тысяч, начальников пятисот и еще детализирует десятников. То есть он добавляет две системы, еще два ранга без ступени управления. потому что он понимает, что если 600 тысяч мужчин, два миллиона людей, то самый высший начальник это тысячный, так не бывает. То есть должны быть еще ступени управления. То есть опять вот это как бы это вещь тоже несовместима с большим населением евреев. Идем дальше. давайте сравним 600 тысяч евреев это войско. Как это вообще был размер войск в древнем мире? Сравнился книга Иошоа. Он послан на завоевание города Ай 3000 воинов оказалось мало, послал еще 32 тысячи. Это много, но это не соответствует 600 тысяч евреев. Потому что смотрите, вот немецкая армия, которая осаждала Сталинград, там был миллион. А что? Для осады Ирехода нужно было 600 тысяч воинов? Все таки не Сталинград. В общем им там делать нечего. Теперь дальше книга судей. Вот Дебора и Бара собирают армию для того, чтобы воевать на горе Табу. Они от шести колен собрали 40 тысяч. Всего ничего. Где все воины, которые где все 600 тысяч воинов, которые вышли из Египта? У Гедона было 32 тысячи воинов. Колено Дана сколько народу они послали для того, чтобы завоевать новую территорию на севере? 600 человек. Это вполне нормально. Ну, эта цифра уже реальна. Ну, для Паванте картины, конечно, надо сказать, что древние авторы очень часто завышают число солдат. И у нас есть такие примеры в книге Танахи. Например, когда все колено пошли рыбать с Бениамином, выставили 400 тысяч воинов. Это чтобы с одним коленом воевать. Ну, мы можем сказать, что вот Барак, Дебора, Гедон, они воевали с внешними врагами. А война колено с Бениамином это гражданская война, и там все воюют. Но все равно тут очень США. Уль собрал 330 тысяч воинов для того, чтобы отвоевать с армейцами. Тоже как-то невероятно. Ну, то, что мы знаем из древних армий, армия битвы при Кадыше. Это Сталинградская битва античности. Самая большая битва минус 13 век это примерно когда евреи выходили из Египта. С каждой стороны было 20 тысяч воинов. Это воины сверхдержав. У Александра Македонского все его завоевания у него было 30-40 тысяч воинов. Цифра, что у евреев было 600 тысяч воинов, но это на этом фоне не смотрится. Давайте дальше пойдем. Левиты и первенцы. Вот сколько было всего левитов. Написано 22 тысячи тех исчисленных левитов, которые Маша Ирон исчислилили. Сколько было первенцев? 22 273. И сначала мы обратим внимание на то, сколько было первенцев. 22 тысячи, а мужчин 600 тысяч. Пропорция 1 30. Получается, что если получилось у первенцев очень мало, то есть если мы посчитаем из этого размер семьи, там 30 детей. Так не бывает. 600 тысяч мужчин 22 тысячи первенцев это невероятно мало. Должно быть намного больше. Примерно в пропорции сколько детей в семье. Теперь другая проблема с этими первенцами и левитами. Она вот какая. Там число не сходится. Это немножко другая проблема, но давайте проверить посмотрим. Вот книга Бумитбар говорит, что у Герша нас три семейства левитов. Гершон Киат Мирари. Сколько было в семействе Гершона? Вот 7500. А сколько было в семействе Киата? 8600. А сколько было в семействе Мирари? 6200. Мы складываем 7500, 8600, 6200, получаем 22300. А вот Тура пишет, нет, всех исчезненных левитов было 22000. А мы посчитали 22300. Почему так не сходится? Вот Раша нам говорит, что 330 человек расхождения. Раша говорит, что это первенцы левитов. Ну, что, на 22000 левитов 300 первенцев? это опять-таки невероятно мало. Это должно быть намного больше. Но тут как бы другая проблема. Она вот какая. Это как бы внутреннее противоречие в самой Торе. Вот у нас есть три числа 7500, 8600 и 6200. И мы складываем, вторая складывает, получаем 22000. а мы складываем, получаем 22300. Значит, как так могло быть? Тут я немножко сейчас ухожу в сторону, у нас возникает вопрос, а насколько мы доверяем тексту Торы? То есть мы понимаем, что вот Тора, которую мы держим в руках, откуда она взялась? Она сверена по Ленинградскому по рукописям, которые храняли, по Дамасской рукописи, короче, тысяч лет назад. А она откуда взялась? А она, так сказать, это все как бы по более древним рукописам. Мы понимаем, что там могут быть неточности, например, креектив. мы знаем, что написано иногда одно, а читать нужно другое. Все эти расхождения типа ошибок переписчиков, то есть ваф иют, писать ваф или не писать ваф, то есть какие-то несерьезные отличия. А вот тут по-видимому примерно произошло что-то типа креектив. То есть вот как. Нужно посмотреть, как на еврите это написано. По-русски пишут 8600. Бэ миспар коль захар мебен ходыш мала шмната лафим вэшэ шмёт. Вот шмната лафим вэшэ шмёт. Так? Обратите внимание, что а должно быть шло шмёт. Разница на одну букву. То есть такое впечатление, что вот в этой фразе как бы выпала одна буква. И на самом деле сынов киата было 8300. И это как бы на уровне других таких же описок. Разница собственно в одну букву. Ну смотрите, Раша нам даёт вот такое невероятное объяснение, потому что если мы по собственному усмотрению станем корректировать текстуры, мы как бы далеко придём. Это всё-таки галактические последствия, поэтому Раша берёт тот текстур, который есть, пытается придумать самые фантастические объяснения, лишь бы не говорить, что в тексте есть ошибки. Мне так кажется, что всё-таки тут была ошибка вот такого типа. Лавина не вот так. Ну мы сейчас возвращаемся к расчёту Игриев из Египта. Теперь у нас есть финансовый отчёт. Когда построен Мишкан, когда закончены все построения походного храма, то Мушет представляет финансовый отчёт. Он ведь в чём фокус? Мишкану, то есть походной скине, всё это было сделано на пожертвование евреев. Как хороший администратор, он же не говорит Муше, вот всё, что сдали, вот всё пошло на всё было использовано с толком. Он даёт подробный финансовый отчёт. Сколько золота было использовано, сколько серебра было использовано, сколько меди было использовано, вот здесь написано, вот этот отчёт. Значит, казум золота было 29 талантов, 330 шекелей по священному шекелу. Ну, шекель это примерно 10 грамм, там, священный шекель, несвященный шекель, это там от 8 до 11 грамм, ну, нам-то пока не так, в таланте 3000 шекелей. Значит, шекель это, грубо говоря, 10 грамм, а талант это 30 килограмм. То есть, короче, сколько всего было? Значит, золото было примерно, там, 1,6 тонны, серебра 3,2 тонны, а меди 2,3 тонны. Так? Отметим, кстати, в скобках, что золото на мешкан, что сдали столько, сколько на золотого тельца. Ну, ладно. Теперь нас вот интересует вот что. Количество металлов, оно соответствует техническим потребностям. Наш ответ соответствует. А сейчас серебро было сдано там 3,2 тонны. На что это пошло? Значит, мы знаем, что скинь крепилась на столбах из дерева акации. Под каждый столб ставили металлическое подножие, чтобы что-нибудь тяжелое, чтобы это все стояло. Значит, было примерно там 100 столбов, там 96 столбов. Значит, на каждое нужно было подножие. Подножие написано весело в талант, 30 килограмм, вполне разумно. Вот почти все серебро пошло на подножие для столбов. Действительно, на 100 столбов нужно 3 тонны. А медь пошла в основном на подножие столбов внешнего двора. Их было меньше, и у них были медные подножия. То есть, да, действительно, нужно 2,3 тонны, 64 столбы, подножие по 30 килограмм. Все в порядке. Золото, я не знаю, по-видимому, столько, сколько надо. Золото покрытие шестов, по-видимому, столько, сколько нужно. То есть, цифры металлов, они вполне разумны. Но вот у нас есть вот что. Как именно, так сказать, откуда это все золото, серебро и медь взялись? Это пожертвование. Но про серебро нам тарак говорит нечто специальное. Значит, от серебра от исчислений общины 100 талантов, 1775 шекелей, по священному шекелю, а дальше вот по быке человека. Бык от полшекеля с каждого переходя от 20 лет и старше 603 тысяч 550. Вспомним, что евреи сдавали же полшекеля на нужды храма. Полшекеля, шекель это серебро, полшекеля серебра. евреи тогда сдали сколько это получится. Если мы возьмем значит, каждый сдавал по полшекеля и если мы возьмем 603 тысячи 550 человек и каждый сдал по полшекеля получится ровно столько серебра, сколько было сдано. И поэтому финансовый отчет замечательно сходится числом народа высших языки. До одного шекеля. Здесь все замечательно. Давайте подведем предварительные итоги. Предварительные итоги вот такие. Если мы считаем, что из Египта вышло 600 тысяч евреев, то для того, чтобы объяснить демографию, как так получилось, нам нужно чудо. Для того, чтобы объяснить численность войск, это чудо. Народ на марше, то есть, это значит, что как именно евреи выходили из Египта, без чудесного объяснения понять невозможно. Короче, все то, что мы объяснили, совершенно невероятно, кроме финансового отсчета. От финансового отсчета все в порядке. От финансового отсчета получается ровно столько, надо. Теперь проверим альтернативную гипотезу, что евреев из Египты вышло пять с половиной тысяч. Давайте посмотрим, как это могло быть. Наши вычислительные способности и более подробно посмотреть на цифры. И вот это моя квалификация физика позволяет. У нас мы знаем, что было два пересчета населения. Пересчеты мужчин. В книге Бумидбара они описываются. Вот здесь колено Рувен, Симон, Гатт и так далее. Вот численность населения, численность каждого колена, численность мужчин. Вот 46, 500, 59, 30, ну нормальная цифра. В сумме 600 тысяч. Вот второй ценз. Так тоже теперь был Рувен 46, 500, а теперь 43, 730. Немножко изменилось. И так далее. Вот второй пересчет, это численность каждого колена получается 600 тысяч. Было 603 тысячи, 601 тысячи. Вроде что нормально. А теперь давайте обратим внимание не на численность населения, не на численность колена. Мы видим, что численность колена не круглая. У нас есть число 10 тысяч, это тысячи, а это сотни. Обратим внимание на сотни. Вот здесь выписано только сотни. То есть отбрасываются первые две цифры и написано только сотни. Тут 500, 300, что нормально, цифра сотен. Но тут уже комментаторы обратили внимание вот на что. Вот в этом столбце нет ни одной нет 800, нет 700, нет 900, нет 100 и нет нуля. Правильно? Видите? Это присутствует половина цифр здесь не хватает. Да и здесь половина цифр не хватает. Нет нуля, нет единицы, нет восьменки и нет девятки. Это отметили еще мудрецы тамуда, что здесь что-то не так. А как собственно должно быть? По статистике. Давайте посмотрим на статистику. Возьмем, мы складываем оба цифра, значит у нас получается 24 цифра. Давайте посмотрим статистическое распределение первой цифры. Скажем так, вот РУВН 46500, вот все четыре вот такие цифры. Какое у них статистическое распределение? Вот у них статистическое распределение, видите? Этот график понятный? Андрей, понятный график? Мне не очень. Мне не очень. Это статистическое распределение, значит смотрите, это как бы по численности колен. Больше всего колен, у которых 40 или 50 тысяч человек. Колен, в которых 10 тысяч человек нету, колен, в которых 80 тысяч человек тоже нету. Вот колено с 20 тысяч человек одно. Колено, где 30 плюс минус, их там три. Понятно? Да, понятно. Понятно это или нет? Мне понятно. Значит, о чем это говорит? То есть средний размер колена, плюс минус там 40-50 тысяч. Нет очень больших колен, где 80-90, нет очень маленьких колен, которых 0 или 10. Понятно? Да. Так, теперь это возьмем вторую цифру, цифру тысяч. Посмотрим ее статистическое распределение, вот оно. Что мы ожидаем? У второй цифры численности колена нет никакого значения. Она должна быть абсолютно случайная. Если она абсолютно случайная, должна быть вот такая линия. Вот статистическое распределение. Но мы видим, что она не совсем случайно, но более-менее близко подходит сюда. То есть нет средней цифры. То есть эта цифра она какая угодно. Ну вот восьмерки нет. А все остальное есть и 0, и 1, и 2, и 3, и 4. Любая может быть вот эта цифра. Понятно? Да. Теперь смотрим третью цифру. Вот эта. Если главная цифра в численности колена это первая, то от этой цифры вообще никакого значения нет. Она может быть абсолютно любая. Там должна быть такая же, ее распределение должно быть такое же, как вот здесь. И вот мы смотрим, а оно не такое, но такое, как здесь. Получается, что эта цифра, вот эта цифра, цифра сотен, она не случайная. То есть нет нуля, нет единицы, нет восьмерки, нет девятки, а больше всего четверка, пятерка. Получается, что вот этот график, он такой же, как вот этот график. А мы ожидали, что этот график должен быть такой же, как этот график. И мы видим, что цифра сотен не случайная. И это, так сказать, заметили уже немало народу, и они говорят так. Вот у нас список численности колен, и он, отбросите первые две цифры, они, что они означают, что непонятно. А обратите внимание только на последнюю цифру сотен. И вот это и есть настоящая численность колен. В колене Рувенок было 500, в колене Шимонок было 300 и так далее. Значит, как это совмещается с нашим пониманием? На иврите это же написано, первая цифра это элев. Так? Но элев это тысяча, да. Но мы знаем немало примеров, где слово элев означает немножко другое. Вот Гедон, он говорит, что он из самого малочисленного меофея выбрать слово элев в значении клан, а не в значении тысячи. Альфея Минаше это не тысяча Минаше, это клан Минаше. И у нас довольно часто, иногда это слово употребляется как тысяча, иногда оно употребляется как просто обозначение плана или контингента, я не знаю, Но в контексте переписи линия, что означает цифра элев, не знаю, но разумная идея о том, что нужно смотреть на сотни, она представляется более осмысленной. Давайте будем считать, что в каждом колене было не 46 тысяч, а сколько тогда народу получается? 5 тысяч 550, примерно, а в этом переписи 5 730. Так, эта цифра, она представляется более разумной, чем цифра 600 тысяч. Сейчас, если у нас 5550, ладно, если мы принимаем, что евреев, который вышел из Египта, было 5,5 тысяч мужчин, это значит, что 20 тысяч человек. Мы можем объяснить все, демография, численные свойства, народ, на марш, что можем объяснить? Первенцы не можем объяснить никак, а что мы не можем объяснить? Мы не можем объяснить финансовый отчет. У нас с отчетом возникают проблемы. Сейчас, давайте мы еще раз пройдем все, вот, имея в виду вот эту цифру. 5,5 тысяч мужчин, сейчас, давай, 5,5 тысяч мужчин, это 20 тысяч человек. То здесь будем считать, что здесь написано не 600 тысяч, а 20 тысяч. С 20 тысяч все в порядке. Еврея это маленькая цифра, маленькая группа, выходит из Египта, там, полтора миллиона, ну, в общем, не очень заметно. Приходит в Ханан, тоже, так сказать, не очень заметно, там, полмиллиона. С рождаемостью никаких проблем, так сказать, из 70 семей получить 20 тысяч. Тоже нет проблем за 200 лет. По демографии, значит, евреев как бы в 100 раз меньше. Каждый день рождаются 20 детей. Две акушерки вполне могут с этим справиться. Каждый день, значит, где-то 20 жертв. Ну, коины с трудом, но могут справиться. Колонна. 20 тысяч человек выходят за один день без проблем. Это не 100-километровая колонна, это километровая колонна. Километровая колонна, то есть, вот, не такая бесконечная, а километр. Километр выйдет. Лагерь. Лагерь, конечно, не 7 на 7 километров, лагерь, я не знаю, максимум километра на километр. Но проблем. Это один конец лагеря виден из другого конца, по трубам это все собирается, это не проблема. Проблемы с водой. Начерпать воду из одного колодца до 23 тысяч человек нужно пару черпальчиков, которые работают круглосуточно. Ну, в общем, если их 10 черпальчиков, то там вообще много. То есть, проблемы с водой в этом смысле не будет. Проблемы с едой тоже нету. Проблемы с умером у нас не 700 миллионов перепелов будет, соответственно, а сколько там? 700 тысяч. Тоже большое стадо, но бывает. Золотой телец. Он 18 килограмм будет весить. Золотой телец, тогда, кстати, легко объяснить, как муж его изничтожил. Значит, он, скорее всего, если он весил 18 килограмм, то, скорее всего, это не просто литой телец, а он, как бы, это дерево, покрытое листами золота. Поэтому, то, что муж его сжег в огне, золото в огне не горит, а дерево горит. Это, так сказать, намного более разумно. Насчет того, что рассеял над водой и дел пить, про это есть отдельное объяснение, которое я сейчас не буду говорить, но, во всяком случае, маленького телца можно и растеречь, и сжечь. Начальники. Начальники, кстати, идеально подходят. То есть, вот история с начальниками, сейчас, вот, то, что история с начальниками подходит, вот почему. Значит, вот избрал муж, назначил тысячных, сотеных, пятидесятых и десятых. Если у нас пять с половиной тысяч мужчин, то, действительно, самая большая административная единица – это тысячные. Больше не надо. То есть, почему, кто такой-то тысячный? Тысячные – это, вот, посмотрите, видите, в каждом колене есть несколько сотен человек. У нас в колене Рувена пять сотников, у Шимона там три сотника и так далее. И над ними, а тысячные – это глава колена. Теперь сколько их? Значит, у нас сотен их – пятьдесят пять, в первом центре, во втором – пятьдесят семь. Двенадцать начальников, получаем семьдесят человек. Семьдесят человек – это вообще типовое число. Это семьдесят народов. И мы вспоминаем, что, кстати, было же семьдесят старейшим. У нас возникает подозрение, что вот те начальники, которые Мусе собрал, назначил по совету ИТРУ, это и есть семьдесят старейшим, а иначе получается какая-то странная система. У нас есть отдельно старейшины и отдельно, так сказать, судьи. По-видимому, это одни и те же. То есть, цифра… Сейчас. То есть, цифра пять с половиной тысячи евреев, она точно, так сказать, объясняет практически все. Ну, что она не объясняет, это финансовый отчет. Вот тут, значит, смотрите, у нас есть вот такая цифра, что сто тысяч евреев. И для того, чтобы объяснить любую логистику, нам нужно предположить, что случилось чудо. А вот у нас есть другая цифра, где-то пять с половиной тысяч. С логистикой никаких проблем нет. А финансовый отчет – чудо. Ну, честно говоря, в финансовых отчетах не такие чудеса бывают. Это, в общем, все понимают. Тем более, что в чем заключается чудо финансового отчета? Что серебра больше, чем нужно. Ну, тут, знаете, так сказать, нам же не объясняется, откуда. Вот, посмотрите, вот финансовый отчет. Значит, тут есть золото, серебро и медь. Откуда взялось золото и медь? Это пожертвование. А серебро? Ну, частично пожертвование, частично полшекеля. Вот и все. То есть, то, что евреев было мало, нам… Вот эта фраза, она, конечно, не соответствует. Но общее количество серебра, оно соответствует. Часть была сдано как пожертвование. А часть была сдано как по полшеку человеку. Ну, посмотрите, так сказать, не то, чтобы вот это… То есть, что получается? Когда из Угрии… Ну, тогда мы говорим, что 600 тысяч человек вышло из Египта, представить себе это невозможно. Намного более логично, что вышло вот 5,5 тысяч мужчин. Ну, я бы не сказал, что это объясняет все проблемы. Проблемы с первенцами никак нельзя объяснить. И так не это. Но это все-таки цифры представляются более разумными. Но тогда у нас начинаются проблемы, как мы относимся к тех стуторам. Там же четко сказано 600 тысяч. И тут я, честно говоря, поднимаю руки, потому что нам приходится допускать, что таро там редактировалось, что это какие-то поздние добавления. И это, в общем, довольно скользкая область, в которую я как бы и не умею, и не хочу заходить. Потому что тут всплываю вопрос, насколько мы буквально относимся к тексту Тора вот так, как он есть. Это тот текст, который мы получили. Насколько этот текст соответствует тому, который евреи получили на горе Сина. Ну, можно про это поговорить, но я тут чувствую себя не уверенно. И это лучше скорее... На это лучше продискутировать. Важно вот что. Получается, что есть какие-то сомнения в тексте Торы. Но тут получается дилемма у меня, потому что когда мы начинаем попадать в библейскую критику. Но то, что я для себя решил, я не пропагандирую для всех остальных, выглядит примерно так. Значит, Тора, это с одной стороны, как бы наше культурное наследие, а с другой стороны, это основа Аллахи, основа того, как мы живем. И вот все, что относится к Аллахе, это мы должны действовать даже не столько по Торе, сколько по тому, как мудрецы приняли. То есть, Торе по Талмуду, чем по Торе. И вот тут всякие сомнения в буквах, в том, что написано Торе, они недопустимы. А все, что относится не к Аллахе, ну, по-моему, на этот счет можно дискутировать. И насколько текст Торы, он тот же, что был на горе Сина или нет. Один пример мы, кстати, вот только что увидели с количеством левитов, который... прямо из Торы видно, что есть противоречие, видно, где была ошибка. Второй момент, ну, такой пример... Ну, хорошо, оставим. Давайте, так сказать, на этом остановимся. И, так сказать, в конечное заключение скажем, что, скорее всего, из Египта вышло, там, 5,5 тысяч мужчин, 20 тысяч человек, и это не противоречит никакой Аллахе. Все, спасибо. Михаэль, спасибо большое. Очень интересно. Михаэль, повторите, пожалуйста, еще раз. Вот у нас есть колено Рувен, да, 46 тысяч 500, да? Да. Так. И какое значение вы придаете цифре 46? То есть 4... Честно говоря, никакого. Значит... Как объяснить логику, что появляются в самой Торе эти цифры? С эллиф понятно. С эллиф это логично, а вот эти две цифры, как обычно? Нет. Там получается, получается примерно вот что. Логично было бы понимать, что... вот Тора пишет колено Рувена, там 46 арбайма шеш эллиф хамешмот. То есть хамешмот это... 500 это численность колено Рувена, а 46 это, скажем, количество взводов, там, в этом роде, количество подразделений. или количество автономных боевых единиц. Вот так. Это, скажем, нет, тактических единиц, вот так это называется. Но там получается проблема, что эти единицы получаются очень маленькие. То есть... 500 разделить... Ну, да. Нет. У меня есть расчет. Вот сейчас я, если вы хотите, сейчас мы увидим. Сейчас. Сейчас я сделаю стоп-шер. Одну секундочку. Где у нас шер? Вот у нас шер-скрин. Шер. Вот. Сейчас одну секунду. Я снова возвращаюсь сюда. Если эллиф мы понимаем как тактическую единицу, так, то одно... Я перестер немножко. Одно поделить на другое. Здесь получится где-то 10. Здесь получится 5. Получается 5... Вот здесь это 5-10 человек. В то же время у левитов это получается другое соотношение. Потому что понятно, левиты воевали или не воевали. Я сейчас стоп-шер. Я сейчас стоп-шер. Смотрите. В книге судьи, не в книге судьи, в книгах царей, у нас есть понятие царе-лафим, царе-меот. И там по всему видно, что царе-лафим это, в общем, что-то очень серьезное. Это типа махата. Ну, не знаю, магад, махат. То есть это высокий воинский чин. Выше, чем царе-лафим, нигде нет. У нас есть царе-лафим, а следующий чин это царе-лафим. То есть видно, что элев это все-таки как-то большая единица. Но... А то, что у нас написано перечисление колен, это получается, сказать, маленькая единица. Нет, теперь, с другой стороны, возьмите, скажем, казачье подразделение. так? В казачьих подразделениях там тоже есть сотня. И... Скажу, а сколько человек в сотне? В казачьей сотне. В казачьей сотне, так сказать, от 80 до 120 человек. То есть сотня это название. Это не... Когда-то было сто, а потом сколько получилось, столько получилось. То есть, поэтому тут элев понимать как тысяча трудно, но, то есть, внятно объяснить, что такое элев, мы не можем. Посмотрите, вот тут, как бы сказать, тут работает моя квалификация как физика. В качестве физика мы привыкли жить с противоречиями, мы привыкли жить с чем-то, что непонятно и недоказанно. Да, действительно, то есть, как остались, еще не все разложено на полочке. Вот так скажем. но мы можем с этим жить, нет проблем. Да, понятно, спасибо. Просто единственное, что Галаха как раз и говорит о том, что Торум мы получили идентично. Вот. И это Галаха. И... Нет, смотрите, насчет того, что Торум мы получили идентично, с этим легко можно поспорить. ответ на то, что меня сильно пойдет запомянно вот как. Сравните книгу Деврея Аймием и книгу Бориши. Книга Деврея Аймием начинается с описания там сотворения мира и там есть цитаты из книги Бориши. То есть, там есть целый большой пассаж, который просто почти слово-слово переписывает книги Бориши. Мы так и понимаем, но в чем проблема? Деврея Аймием это очень поздняя книга. Она написана как поздняя книга второго храма. Дальше мы начинаем сравнивать вот эту цитату, которая есть Деврея Аймием с цитатой, которая есть у нас в истории, в сергаментах. И мы обнаружим, что они разные. Но в чем разница? Разница на уровне креоктив. То есть, там букв не хватает, тут глух лишний. То есть, разница абсолютно несерьезная. Но она есть, она зафиксирована. А теперь мы спросим, а какой текст более аутентичный? Тот, который в книге Баришит, или тот, который в книге Деврея Аймием? У нас нет на это ответа. То есть, очевидно, что мы знаем, что это кстати, раби Йохан бен Закай. он собирал разные свитки Торы и стандартизировал их. То есть, в его время были разные тексты. Вот это до нас дошло. Один, так сказать, вариант находится в книге Баришит, а другой вариант находится в книге Врея Аймием. Какой из них правильный, мы не знаем. Но отметите, что разница там абсолютно несущественная. Она такая креатив, как в самой Торе. Мы знаем, что в самой Торе там есть десяток мест, где написано одно, читать надо иначе. Но правда. Михаэль, вы же сами сказали, что в принципе есть компромисс. И можно говорить об идентичности Торы, если воспринимать вот эти цифры впереди как некое подразделение. Правильно? Поэтому есть компромисс. Вы сами это предложили. Нет, компромисс что? Что это идентичная Тора. Нет, смотрите, перевести Тора во многих местах говорит открытым текстом 600 тысяч человек. И это никакой филибристики это не уберешь. А, да, да, да. Это то есть ну тут есть проблема, но опять-таки какой вывод из этой проблемы делать. Если библейская критика она вам скажет, а что тут проблема в этот раз скомпилирована после Леонского плена. Что вы хотите? то есть как бы подход такой, раз мы видим противоречие, значит все неверно. Но я в качестве физика так умею иначе. Я могу как бы физики умеют этот дабл тинк, то есть как бы думать одновременно о двух противоречивых вещах. В физике это как бы сплошь и рядом происходит. Что ну если вы знаете там модель атома Боро Резефорда? Знаете такое? Она сделана в 1912 году. Она полна противоречий была. Противоречия были видны ее создателям. Всем физикам они были видны. Она противоречила закон сохранения момента импульса. Она противоречила тому, что люди знали в электродинамике. Она не была революционной. Ее можно было критиковать со всех сторон. но у физиков была интуиция. Интуиция говорила, что в этой модели что-то есть зерно. И они ее приняли. Вот у меня отношение к этой истории, что нужно обращать внимание на цифры сотен примерно такое же. Да, есть противоречия, но есть какое-то зерно. Михаэль, тогда необходимо еще объяснить такую вещь. почему все-таки Тора говорила о этой цифре 600 тысяч. У вас есть объяснение? Нет. Скажем так, у меня объяснений нет, но я знаю, какое объяснение. Смотрите, я не сам придумал эту цифру сотни. Это все, что я вам рассказывал, это компиляция разных источников. Откуда цифра 600 появилась вот какая? 600 тысяч вот какая? Значит, когда разумная гипотеза, вот, когда мы перечисляем колено, перечислять вот 46 тысяч там 500. Причем тысяч надо понимать как-то иначе. Но, то есть, когда-то слово элев понималось как-то иначе, чем сегодня. Но потом, когда все это компилировалось вместе, то слово тысяч стало приниматься как тысяча. Когда мы складываем все численности колен, мы получаем вот эту цифру 600 тысяч. Она, кстати, тоже весьма относительная. Давайте посмотрим. Вот мы сложили 12 колен, получили 603 тысячи. А левиты где? А было еще 22 тысячи левитов. А почему левитов тут нет? Когда мы говорим 600 тысяч вышло, то левиты куда-то пропадают. Если мы прибавим левитов, то нужно 625 тысяч. Такой цифры вообще нигде нет. Но она по смыслу должна быть? То есть по честности левитов в выходе из Египта нет. не с левитами это не довод. Это объясняет, что левиты они в отдельном счете. Они не входят в пересчет всех колен. Раша об этом говорит. Переход да. Понятно. Но в книге Шумот мы начинаем с того, что вышли из Египты 600 тысяч человек. А да, понятно. А левитов там почему-то нет. Да. Округлить 625 до 600 в общем это уже округлить 603 тысячи до 600 я понимаю. Но 625 тысяч это уже в общем как-то Михаил, а Вы можете дать вот эти названия источников которые Вы собрали и нам сейчас рассказали свой взгляд? Да, я могу сказать во много смотрите это PowerPoint он будет потом на интернете и там я вставлю сутки А да, я имела ввиду это. Смотрите история о том, что нужно обращать внимание на сотни а не на тысячи это несовременность это мудрецы Талмуда прекрасно заметили не надо их недооценивать они были нас просто они выразили это немножко иначе я это выразил в качестве статистических распределений правильно графиков такие вы видели да да а эти графики вы можете как-то да а мудрецы это по моде мудрецы выразили это иначе они сказали почему нет почему цифры сотен не хватает нуля единицы девятки если не мудрецы извиняюсь от комментатора Сальдюкова почему не хватает нуля единицы восьмерки девятки это прекрасно что заметили они были то есть как это Раша Гнезер они были мудрец любых физиков в общем это от них не ускользнуло не нужно но может быть как бы причина того что чтение Торы заканчивается в Синагогах традиционно тем что свиток Торы поднимается а все присутствующие значит указывают на него и говорят это та самая Тора которую получил Мушина Синай для того чтобы для того чтобы окончательно как бы отбить все все споры и аргументации все ну смотрите вот мы только что как бы углядели как бы явное противоречие с числом левитов точнее с числом коленного феата там просто арифметика не сходится правильно Раша нам предлагает тут невероятное объяснение однако арифметика и торговые анкелос переводят вместо 8.300 переводят 8.600 то есть они поправляют это на место то есть нет проблем они они не относятся они как бы редактируют на место они понимают что там была ошибка описка точнее ну что ну Раша не может сказать слово ошибка Раша он должен объяснить человеку не может сказать что это ошибка неправильно но это позиция а у агента и у торгов у них позиция что такое может быть то есть я позицию Раша прекрасно понимаю как только мы начнем говорить что тут наверное цифры буквы неправильные то это тут же пойдет в Аллаху это тут же пойдут разноски в нем в Галахе то есть такое в общем допускать совершенно не следует но потому что могут быть галактические последствия но там где не может быть галактические последствия там на мой взгляд для меня очень сильно подействовала разница между Гибрия Мим и Борисе и то и другое священная книга ну и что можно сказать чтобы решить правильно Гибрия Мим ошибается окей господа и дамы кто-то в то небольшое время которое у нас осталось либо вы все настолько поражены что вы практически потеряли дар речи вот либо кто-то что-то хочет сказать извините можно я попробую пару слов сказать да только Эмиль я предупреждаю пару слов потому что мы поближаемся мамаш концу мне кажется что как бы физика это знание а Тора относится к области веры это совершенно другой подход другой текст другой то что делают библейские критики я считаю что это просто как бы в общем в какой-то мере давка потому что чаще всего они не знают Торы они у них задача чисто идеологическое опровергнуть еврейство есть сайты где просто древняя история где нет ни евреев ни Израиля ничего нет да это как бы присказка суть заключается в следующем вот допустим представим себе просто для сравнения художный текст да картину художник рисует картину это бессмысленно считать там листочки сказать если там какие-то есть деревья для него важно впечатление для него важно создать определенное настроение допустим да или эстетическое впечатление вот значит есть такое понятие в Торе как хука то есть когда невозможно заранее предупреждается что в принципе на самом деле эту хуку можно совершенно четко научно разрешить до последнего момента в конце концов все упирается в то в чем разница между жизнью и смертью это мы уже не можем решить понимаете так и здесь допустим если этот какой-то художник хочет перерисовать эту картину берешит да в Еврея Мим он его как бы рисует это интерпретация да так же как в свое время в устном творчестве кто-то что-то добавлял кто-то что-то убавлял но какое-то ядро важное сакральное ядро оно оставалось значит он тоже не обязан как бы все это делать это как бы создает какую-то множенность какой-то плюрализм в подходе да за этим всем кроется некое какое-то ядро сакральное которое все равно всегда остается и вообще в принципе в общем-то я считаю так что психологически вера построена о том что должен быть какой-то орган веры то есть должно быть что-то такое как хука который ты просто должен сказать вот я это принимаю просто для того чтобы этот орган веры был в нашем как сказать в нашем разуме да то есть если мы возьмем Канта допустим он подводит необходимости веры с позиции рассудка значит рассудок приходит к антиномиям антиномия значит невозможно их решить иначе надо сделать какой-то выбор надо проявить свою свободу и сделать выбор проявить что хорошо и что плохо да вот допустим я так интерпретирую значит вы решите два дерева два дерева дерева познания зла и дерева вечной жизни это просто два важнейших инстинкта которые характеризуют человека на самом деле да то есть его стремление к вечной жизни и то что только он среди животных значит может различать в принципе да если вы ставите такой вопрос изучения с позиции физики то мы можем спросить почему что такое змей да на самом деле змей это он как бы внутри это идея амбивалентности она повторяется в красной корове она повторяется в змее это нехаш нехошит красный цвет если вы взгляните антропологию и посмотрите там Виктор Тернет по-моему символики цвета и там совершенно четко все есть да здесь совершенно другой подход нужен в теории он такой вот подход прямой научный он просто не работает я Раф Кух об этом четко совершенно говорил что это совершенно неправильный подход и не интерпретация например сакральное значение ну допустим 600 да можно найти какое-то определенное сакральное значение 600 потому что красное 6 и 70 это то что много означает да это много но всегда приходит к 70 в числу 7 это айм это то что видит глаз это как бы множество вот а 600 это соответственно что-то такое 6 дней творения помноженное на 100 100 это какой-то это кув это какой-то означает мир вот кьюм и как правило это есть какие-то значения теперь что касается почему нет цифр допустим единицы там нуля в этих сотнях и допустим девятки и десятки это совершенно другое распределение это просто крайние цифры допустим художник если будет рисовать орнамент он не будет от слишком маленьких деталей или слишком крупных деталей да он сделает этот орнамент каким-то гармоничным да то есть чуть-чуть больше чуть-чуть меньше но так чтобы это было красиво чтобы это было убеждало так сказать чувство эстетическое а не физические какие-то такие параметры да вот то есть на все есть какое-то совершенно другое объяснение нужно просто несколько хотя это конечно очень интересно то что было сделано я считаю что это я считаю что там все-таки в Торе есть очень много вещей сакрами которые просто зашифрованы я считаю что исход это в общем-то то есть посылка того что коины или еврейские мудрецы то есть соответственно маше это некий собирательный образ то есть так же как евреи жили в Галуте они жили в Египте они были приближены как здесь они бывают в науке да вот физик советский физик он мог подняться очень высоко и быть приближенным каким-то государственным властям и так далее так и там то есть это выражается в том что я не извиняюсь вы можете вы можете сделать окончательное резюме я говорю в два слова значит необходимо соответственно учитывать методологию исследования то есть прагматику текста назначение текста и так далее тогда получится все хорошо окей да эта идея мне во всяком случае понятна окей мне можно что-то сказать да конечно как руководитель скажет понимаете как то что вы говорите это как если бы вторая была типа широширина по поэтический текст то что поражает вторая что она невероятно конкретна что там мельчайшие детали описаны она описывает как сделать отхожее место вокруг лагер эльбельского она очень внимательна к деталям вторая и поэтому если какие-то детали не соответствуют в общем что-то тут не так но то есть жанр то есть все что-то правильно но вторая вроде бы другой жанр для того чтобы вас убедить для того чтобы вы поверили вот именно то что вы находитесь в таком состоянии и что вы хотите проверить эта физика это то чего добилась вторая это чего-то она хотела добиться чтобы это было настолько убедительно да вот импрессионист пишет картину разными цветами вы отходите видите картину подходите видите пятна понимаете то же самое да то есть вы подходите очень близко к вторе и видите эти пятна Эмиль, извините, пожалуйста, а вы сравниваете с импрессионистами, у вас просто свой взгляд, а Михаэль сравнивает с физиками. Это неважно, это соотношение. Нет, почему это важно? Кто-то вас будет также критиковать, что вы слишком эмоционально подходите. Не зря же есть четыре подхода к изучению Торы, поэтому один из них. Смотрите, вы не можете спорить, что Тора имеет определенное значение, что это сакральный текст. Мы должны изучить, что это за язык, какова антропология, какие социальные задачи ставят. Подождите, антропология – это одна из наук, правильно? Да, это одна из наук. Так же, как и физика одна из наук. Поэтому Михаэль представляет здесь наук, вернее, в чем разница антропология, физики, я представляю. Я вам объясняю, что антропология – это наука о человеке, Тора – это человеческое какое-то творение. Вот, ну, в смысле, предназначение… Такая физика тоже же наука на мире человеческом. Смотрите, разница в том, что физика – это надо знать немножко Канта. Физика построена на рассудке. Да, но вы не это… Ладно. Физика построена на рассудке, а Тора построена на разуме. Это разные сферы человеческой способности. Понимаешь? То есть философия является вообще… Окей, я думаю, что мы поняли вашу точку зрения. Окей. Хорошо. Хорошо. Я могу прокомментировать еще? Да, конечно, Миша, нет проблем. Смотрите, мне кажется, что дело в жанрах. Я хочу привести примеры, которые я слышал от Акуджавы. Все помнят Акуджаву, да? У него есть книга «Путешествие дилетант». Вот в этой книге герой Сергей Мятлев использует пистолеты системы Кольт. Вот Акуджаву рассказывает, что ему дотошные читатели написали, что у вас действия происходят в 1848 году, а пистолет Кольт изобрели в 1852 году. Поэтому, таков быть не должно. И вот Акуджаву рассказывает, что он принял это замечание к сердцу и в последующих изданиях книги «Путешествие дилетантов» писал в примечаниях, что это был опытный образец, который еще не вошел проигрывать все. Это струнный выход, так сказать, да. Да, то есть он пошел по пути Раши. Все правильно, да. Это значит, что когда ты пишешь историческую книгу, то ты должен продумать абсолютно все детали. Это историческую книгу, я уже сказал. Вот настолько продуманы все детали, то и, так сказать, в Торе эти детали продуманы на очень хорошем уровне. Вы согласитесь, Кольтура – это не историческая книга, вы понимаете? Она в том числе историческая. В чем фокус? Она использует историю так же, как художник использует изображение дерева, как дерево, да. То есть это на плоскости, оно не имеет объема, оно не живое, оно без листиков, оно, так сказать, и там вообще непонятно, что там какие-то пятна. Вы там дерево не найдете как такового, да. Но впечатление у вас с деревом. То же самое здесь. Это применяется для убеждения. А через него складываются важные сакральные смыслы. То есть смысл – здесь прагматика, здесь надо знать язык. То есть это совершенно другие науки, вы понимаете? Окей, но это одна из моделей, Эмиль. Вы предлагаете одну из моделей. Это не абсолютная вещь. Мы сейчас никак бы не говорим, кто прав, кто виноват. Бессадр – это одна из моделей. Ну, хорошо, предлагайте другую. Мне кажется, так. Если вы можете объяснить, как из посоха появляется змей с помощью физики, значит, что там происходит, вот, тогда вы можете подходить с вашей позицией, понимаете? Но поскольку есть такие линейки, которые явно говорят… Нет, тут я могу вспомнить книгу «Кузари» и рассказать о том, как все то, что было до того, как появились люди, это, так сказать, оставьте. Это уже… Ну как же, это цельное произведение. Тора – это цельный текст. Вы можете мне сказать, что… Нет, то, что я могу представить себе конкретно, это то, когда появились люди. А все то, до того, как появились люди, сотворение мира и так далее, это конкретно себе представить довольно трудно. Это же не корни разных времен и народов, понимаете? Это Тора, она цельная. Она имеет какую-то определенную направленность, какое-то рождение еврейского народа и его предназначение. Это не какие-то отдельные, какие-то, я не знаю, летописи, вы понимаете? Вот. Вы можете придумать, всегда можно выкрутиться. Допустим, я скажу, что это был сеанс гипноза, да? Ну, допустим, вот такого. Все представят, ну вот, когда змея, посох стал змеей, вода стала кровью, и… Не, подождите, посох стал змеей – это, кстати, есть очень естественное объяснение. Это и вода стала кровью, это есть естественное объяснение. Посох стал змеей – это и сейчас показывают такие фокусы в Египте. Это, кстати, про египетские казни у меня есть отдельный рассказ. Там все объясняется естественным образом. Практически… Подай, дамы, я тихо извиняюсь. У нас сейчас на этом канале есть некоторые занятия на иврите. Давайте… Поскольку у нас сейчас дискуссия, она не имеет границ, правильно? Давайте поставим некоторую точку, окей? Насчет выхода из Египта я должен сказать это обязательно. Потому что это льет мельницу на идею Михаэля. То есть я немножко имел честь учиться у Раваицка Казиббера. Знаете Михаэля? Да, да, конечно. Да, да. Конечно. И вы знаете, что он математик. Да. И у него очень серьезная диссертация была. Он математик серьезный. Вот. Так он сказал один довод. Он всегда это говорил, когда мы учили нигде. Я не могу принять, что пятая часть только вышла из Египта. У меня это математически не сходится. Вот. Это его слова буквально. Вот это просто мельница. На вашу мельницу воду вверх. Это все с математической, что с физической. Это все неправильные подходы, я считаю. Просто они... Не, не. Я говорю, я передал только, что сказал. Ну, все, авторитет Рава очень важен, конечно. Вот. Это ставит вопросы. Это очень... Нет, сейчас, сейчас. Есть разница. Математики, физики, у них голова по-разному устроена. Математик не может жить с противоречиями. А физик без проблем. Тем не менее, он с ними живет. У меня в одной половине головы дважды двадцать четыре, а в другой половине головы дважды двадцать пять и no problem. Тем не менее, разумные наши, так сказать, способности, они ограничены и приводят к противоречиям. Понимаете? Я не знаю, там, насколько это связано с теоремой Гёделя или с парадоксом Рассела, который, так сказать, без конца ищут выходы и пытаются решить, так сказать, сделать. Но она, в конце концов, с конца не сводится с рассудком, понимаете? Рассудок не способен все охватить. То есть, сами, какие бы вы основы ни придумывали, это на этой теореме Гёделя неполноте, она будет противоречивая, да? То есть, рано или поздно будет проблема. Значит, человеческие способности, все это, знаете, есть промежуточное звено, которое называется философия, которое обобщает, которое ставит... Емель, я дико извиняюсь, мы сейчас не пойдем туда, мы не пойдем туда. Давай, не ходите, не будем, не будем ходить. Не пойдем туда. Я предлагаю сделать такую штуку. Мы получили массу информации. Более того, эта информация, она, как бы, скажем, такое идеологическое направление, правильно? У некоторых это что-то может пошатнуться, второе могут укрепиться. Вот я предлагаю, предлагаю поставить точку, сказать Мишу, Михаиле огромное спасибо всем участникам. И давайте сделаем так. Так, я думаю, что вот эта лекция, которая открывает наш курс, да, мы, ну вот, во всяком случае, тех людей, четверых, которые я вижу на экране с кипами на головах, да, ну, я думаю, что остальные, они, как бы, мы... Снимаем, снимаем кип. Да, мы при всем том, как бы, находимся все, как бы, в одной струе, скажем так. То есть, для нас есть некоторая аксиоматика. Мы принимаем божественное управление мира, мы принимаем о том, что Бог существует и так дальше. То есть, то, что Гагарин влетел в космос и там кого-то не увидел, это нас не убедило ни тогда, ни сейчас. Поэтому мы при всем наших разногласиях, мы, тем не менее, все-таки находимся, как бы, вот в этом одном подразделении, да, которое сегодня было объяснено. Давайте продумаем то, что мы услышали, давайте обсудим это с теми людьми, с которыми мы находимся в карантине, да. И, окей, наши следующие лекции, да, сейчас время обсудить с домашними. Я думаю, следующие лекции, они тоже, они, как бы, дадут нам много пищи для размышлений. Собака? Все хорошо, спасибо, спасибо, Михаил. Всем спасибо огромное, будем думать и размышлять, окей? Атан, тебе персональное спасибо, что ты организовал. Нет проблем, ну мне-то что, это... Крутой, просто крутой. Окей, окей, окей. Всем спасибо, счастливо и до свидания. До свидания. Спасибо, Миша, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...